МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Ноябрьск останется без горячей воды. Город готовится к плановому отключению котельной. Бешенства нет. В Ноябрьске готовы снять карантин. И беременность в радость. В Ноябрьске работает единственный на Ямале кабинет кризисной беременности. С 5 августа Ноябрьск останется без горячей воды. Подача газа в город будет приостановлена. Соответственно, городская котельная тоже прекратит работу. Предположительно, горячей воды в городе не будет 2 недели. За это время сотрудники «Энергогаз» Ноябрьска планируют провести ряд необходимых профилактических мероприятий. С 5 августа будет отключение всех котельных. Соответственно, прекращение подачи горячей воды. К сожалению, двухнедельный срок, максимум, что мы даем ресурсоснабжающим организациям, он неизбежен. Поэтому в любом случае будем контролировать и просить ускорить работы, хотя тут задействованы многие организации, в том числе поставщики их газа. Но две недели не более. Но придется две недели потерпеть. А что касается капитальных ремонтов магистральных теплосетей, то эта работа, по словам технического директора «Энергогаз» Ноябрьска, выполнена в среднем на 60%. К тому же полным ходом идет подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Только сегодня промывки систем отопления проходят на семи объектах нежилого фонда. Этим занимаются некоммерческие организации. И в 19-ти жилых домах. В целом же, по данным «Энергогаз» Ноябрьска, НЖСК уже выполнила 62% намеченных работ. В крепости промыто около 40% сетей. В УЖХ – 14%. А ТСЖ города план по промывке осуществили на 23%. Подготовку к новому отопительному сезону обсудили и на окружном совещании под председательством первого заместителя губернатора округа Алексея Ситникова. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи. В этом году «Ямал» потратит на подготовку к зиме более 2 миллиардов рублей. Половина из этих средств выделены из бюджета округа. Остальное – финансирование муниципалитетов и предприятий ЖКК. На «Ямале» к зиме готовится порядка трех тысяч объектов коммунального комплекса. Будет отремонтировано более 11 тысяч километров инженерных сетей. При этом темпы подготовки немного выше прошлогодних. Сейчас перед муниципалитетами стоит задача. 1 августа экватор осенне-зимней подготовки должен быть пройден. Отметим, следующая общая окружная проверка готовности к зиме запланирована на середину августа. До этого времени первый замгубернатора планирует побывать на некоторых объектах, чтобы сверить данные докладов с практическим положением вещей. Комфортные условия проживания для ямальцев создаст новая программа. На «Ямале» принята адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2013 год. В документе прописано 92 жилых дома. Это так называемый основной перечень. Он определялся муниципалитетами, исходя из степени износа, технического состояния и иных характеристик жилого дома. В итоге в комфортных условиях заживут еще 8 тысяч ямальцев. Общая стоимость региональной программы капремонта превышает 615 миллионов рублей. Из них львиная доля средств – более 500 миллионов рублей – выделяется из окружного бюджета. Отличительной особенностью новой системы станет открытость и прозрачность. Наша задача не просто организовать починку жилья, а создать логичную систему проведения капитальных ремонтов на длительную перспективу. Для того, чтобы свои средства безопаски вкладывал гражданин, чтобы приходил инвестор, надо распланировать и просчитать работу на длительную перспективу. Кроме того, по своему опыту знаю, что главный вопрос жителей к системе ЖКХ – как и на что расходуются деньги. Поэтому новая программа открыта и доступна, заявил первый заместитель руководителя государственной жилищной инспекции ЯНАО Ахат Мурзакаев. Тем временем свой внешний облик меняют городские дворы. И вот один из них – Надзержинского. На то, чтобы привести изначально засыпанный участок земли в порядок, потребовалось более 17 миллионов рублей. За эти деньги во дворе появится удобная заасфальтированная автостоянка, детские игровые комплексы для самых маленьких и ребятишек постарше. Здесь же качели, скамейки и мусорные урны. К слову, жители домов за такую площадку заплатили в среднем не больше 2% от общей суммы, необходимой на благоустройство. Основные же расходы на себя взяла администрация города. В ноябрьске в этом году, как, впрочем, и в прошлом, успешно работает городская программа благоустройства дворов. Собственники голосовали, когда проводили голосование, уже были утвержденные проекты, и в них они уже отражали свои хотелки. Там уже все было, и согласно критериям отбора, там уже должно было звучать и детские площадки для самых маленьких, и подростковые, и спортивные площадки, и наличие автостоянок, и озеленение, и благоустройство. Ну, как бы полностью, и смена ограждения, скамеек, урн. Это все в комплексе. Вот все, что захотели собственники, все они и получат. Норматив потребления воды на общедомовые нужды снизился почти в 3,5 раза. Такое заявление сегодня сделал начальник управления ЖКХ ТЭС Дмитрий Шмаков. Он отметил, что вступившие с 1 июля поправки в законодательство не только снизили нормативы потребления ресурса. Из платежек горожан пропадет строка и водоотведение ОДН. Подобные изменения люди увидят в своих платежках за июль. Снижены нормативы по холодному, горячему водоснабжению на общедомовые нужды и отменены нормативы по водоотведению. Так, в муниципальном образовании город Новевос нормативы коммунальных услуг на общедомовые нужды по водоснабжению в среднем снизились в 3,5 раза. Норматив на общедомовые нужды по водоотведению отменен. Для сравнения, ранний норматив на общедомовые нужды по водоснабжению в многоквартирных домах до двух этажей при полном благоустройстве составлял 0,15 метра кубический на метр квадратный. По водоотведению на общедомовые нужды также 0,15 метров кубических на метр квадратный. С 1 июня 2013 года норматив по водоснабжению на общедомовые нужды составляет 0,6 метров кубический на метр квадратный. Бешенство Ноябрьску не грозит. А за то время, что в городе был введен карантин, ни одного случая заболевания зарегистрировано не было. По словам начальника отдела по защите прав граждан в сфере охраны здоровья Веры Шевцовой, карантин в Ноябрьске готовится снять завтра, 24 июля. Пока в городе действовало ограничение, специалистами Ноябрьской ветеринарной станции совместно с медиками и сотрудниками полиции был проведен ряд профилактических мероприятий. В частности, ветеринары обошли порядка тысячи домов в поселках города и привили от опасного заболевания почти пять сотен домашних животных. Тем не менее, согласно статистике, именно жители Ноябрьска, чаще других ямальцев страдают от укусов животных. На территории Ямал-Ницкого автономного округа за первый квартал 2013 года отмечается неблагополучная ситуация по нападению домашних животных на своих хозяев и других граждан. В связи с чем, значительно увеличивается риск передачи бешенства от животных. Всего зарегистрировано 228 случаев обращения за медицинской помощью по поводу укусов животных. Показатель соответствует 42,5 на 100 тысяч населения, что превышает окружной показатель обращения за медицинской помощью по поводу укусов животных по 8 территориям. Ноябрьск в данном случае превышает на 29,3%. Давал 2 тысячи и в итоге заплатит 60. Житель Ноябрьска признан виновным в покушении на дачу взятки. 6 июля на автодороге Сургут-Салехард в черте города Губкинский 51-летний мужчина нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать административной ответственности, он предложил инспектору ДПС взятку в размере 2 тысяч рублей. Однако довести свой корыстный план до конца у него не получилось. Инспектор ДПС деньги не взял, мужчину задержали на месте. В итоге обвиняемому суд вынес наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки 60 тысяч рублей. Молодым ноябрьцам предлагают трудоустройство. Штаб ноябрьского студенческого трудового отряда сообщает об открытых вакансиях в организациях города. Так молодых, активных и желающих подзаработать ждут дорожники. Подорожное, ремонтное, строительное управление. К слову, эта организация ежегодно предлагает работу подросткам в летний период. Требуются разнорабочие. Кроме того, нужны кондукторы в детский парк. Об открытых вакансиях сообщает и Центральная городская больница. Здесь готовы принять в свои ряды подсобных рабочих, санитарок, уборщиков служебных помещений и операторов стиральных машин. Также есть вакансии продавцов-консультантов в некоторых городских магазинах. Желающих трудоустроиться ждут в Центре детских и молодежных инициатив по адресу Проспект Мира, 85. Добавлю, на сегодняшний день с помощью штаба в ноябрьске трудоустроено 28 человек. Минздрав изменил норму питания пациентов всех лечебных учреждений страны, пишет известие со ссылкой на соответствующий приказ министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Так, в рацион больных впервые добавлены белковые композитные смеси и витаминно-минеральные комплексы. Кроме того, в рационе больных станет больше крупы. Многие диетологи обращали внимание, что по старым нормам ее было недостаточно. Крупа пойдет на приготовление первых блюд и на каши, которые рекомендуются при диетическом питании. Кроме того, снизили количество капусты, потому что этот овощ, считают медики, подходит не всем. Людям здоровым ее надо есть как можно чаще, но вот больным лучше воздержаться. В новом рационе также стало меньше рыбы и молочной продукции. Это сделано для того, чтобы не превышать положенную для диетического питания калорийность. Два года в женской консультации ноябрьской работает кабинет кризисной беременности. Кстати, единственный на Ямале. Правда, до сих пор не все будущие мамы знают, для чего он необходим и какую помощь здесь могут оказать. Подробности в следующем материале выпуска. Пытаемся сделать вдох до самого кончика легких. И максимально глубокий и медленный выдох. Во! Еще разочек вот так красиво. Замечательно! Такой тип дыхания своего рода обезболивающая. Женщины концентрируются на нем и схватки становятся менее болезненными. Инструктирует будущих мам психолог Надежда Фисенко. Школа беременной – основное, но не единственное направление в работе кабинета кризисной беременности. Это цикл из 15 занятий. Каждая отдельной тематики. Название этого урока – как правильно и адекватно вести себя во время родов. Существуют такие исследования, которые говорят, чем женщина, скажем, больше владеет собой во время родов, тем благополучнее проходит у нее родов. Тем здоровее ребеночка, уже там здоровее ребенка, измеряется в баллах. Тем больше баллов ставится ребеночку. Любовь Рашевская в женскую консультацию пришла с мужем. Кстати, мужчины здесь не лишние. Знающие люди говорят, будущие папы волнуются и переживают не меньше своих жен. И часто их тоже необходимо успокаивать. В психологии даже существует термин – беременный папа. Хотя вот Денис Рашевский уверяет, у него все под контролем. И к появлению малышки он уже готов. В том числе и психологически. Я как-то более спокойный. Я знаю, что у нас все будет в порядке, что будет хорошо. И я возьму ее на руки, свою девочку, первую. Все, есть тревожный челоданчик. Она пока будет лежать в роддоме. Я куплю и коляску, и кроватку, и все дела. Будем выбираться с родителями. Такие занятия для женщин, которые впервые собираются стать мамой, своего рода курс молодого бойца. Пройдя его, они будут знать и понимать все, что происходит с ними в такой ответственный и важный момент. Игнорировать школу беременной не стоит и мамам, отправившимся за вторым и последующими детьми, говорит Надежда Фисенко. Женщине кажется, что когда она идет в роды, или когда она ходит беременная с последующим ребенком, она уже все знает. Но на самом деле она еще больше боится этих родов, потому что этот страх уже не направлен. А что будет, направлен на то, чтобы с ребенком было хорошо, чтобы все было замечательно. В кабинете кризисной беременности проводятся не только групповые лекции, но и индивидуальные консультации. Сюда со своими тревогами, страхами, либо просто с вопросами можно приходить во время беременности, на этапе ее планирования и в течение года после родов любой женщине. Ведь положительный психологический настрой важен всегда. Ко мне ходила супружеская пара. С анализами все замечательно, все хорошо. Подготовка на ЭКО. Первые два ЭКО достаточно... То есть первые два ЭКО неудачные. И мы какое-то время работали с этой супружеской парой по поводу готовности к родительству. Через какое-то время эта супружеская пара приходит и со самыми счастливыми глазами сообщает о том, что без всякого ЭКО у них тройня. Ольга Попова, Анатолий Присич. Новости нашего города. В кабинете кризисной беременности также можно получить бесплатную консультацию юриста и задать интересующие вопросы служителю православной церкви. Располагается он в женской консультации в кабинете номер 6, телефон 4216-54. Информацию о работе кабинета можно посмотреть и на сайте Ноябрьской городской больницы. А на сегодня у меня все. Смотрите программу новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Партнер программы Магазин Поти Санверса Торговый центр Клубника Когда есть надежный ориентир путь становится проще На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо чтобы двигаться дальше с новым запасом сил Сеть АЗС «Газпромнефть» Надежный ориентир 24 июля в Саликарде малооблачно Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду Температура плюс 27 градусов Муравленко слабооблачно Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду Температура 27 градусов тепла В ноябрьский яз Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду Температура плюс 28 градусов